Всем привет! Это Jasmine и сегодня я расскажу про True Wireless гарнитуру Jabra Elite 85T. Собственно, вот она. Для начала давайте определимся, что такое True Wireless. Этот термин возник несколько лет назад и прямого перевода на русский так до сих пор не придумали. Если в двух словах, то так обозначают беспроводные стереонаушники, не соединенные кабелем. То есть каждый наушник представляет собой физически отдельное устройство, и звучание между двумя наушниками синхронизируется через Bluetooth. Как правило, подобные модели имеют отдельный кейс для зарядки. Самые яркие примеры вы 100% видели – это Apple'овские наушники AirPods, которые сейчас можно встретить где угодно. Но не Apple'ом единым – живая индустрия, как говорится. С форматом экспериментируют многие известные производители, включая JBL, Sennheiser, Xiaomi и десятки других поменьше. Не осталось в стороне и датская компания Jabra. Ее модельный ряд включает в себя несколько моделей True Wireless, и самая продвинутая из них стала героем сегодняшнего обзора. Поехали! Ключевая особенность Jabra Elite 85T – фирменная система шумоподавления. Отдельного названия у нее нет, так что мы дальше в обзоре будем называть ее просто ANC, от английского Active Noise Cancelling, то есть активное шумоподавление. Забегая вперед, скажу, что ANC у наушников работает очень хорошо. Конечно, со своими нюансами. В нюансах ведь всегда кроется самое интересное. Еще наушники умеют регулировать громкость шагами по 3 дБ. Я раньше как-то не задумывался над тем, каким именно образом приятнее регулировать громкость звука, если, конечно, не считать иррационального стремления выставить регулятор на цифру кратную 10 или хотя бы 5. Пользуясь случаем, передаю привет всем таким же, как я. Так вот, инженеры Jabra выяснили, что человеческое ухо лучше всего реагирует на изменение громкости с шагом в 3 дБ. Поэтому, с одной стороны, у модели всего 11 уровней громкости, а с другой стороны, это именно столько, сколько нужно для того, чтобы найти лучше всего подходящий именно вам. Начну подробный рассказ с важного момента. Без приложения Jabra Sound Plus наушники будут обладать минимальным функционалом. Такова современная реальность – ничего не поделаешь. Помимо собственного устройства, для полноценной работы требуется еще и приложение. Рекомендую поставить его на телефон еще даже до того, как вы распакуете коробку. Первым делом после подключения наушников Jabra Sound Plus предложит пройти тест слуха для того, чтобы индивидуально адаптировать звучание именно под вас. Не стоит его пропускать, считайте, что это бесплатный визит к врачу-отоларингологу. Точно также, как на приеме у врача, наушники будут воспроизводить звуки разной частоты. Если вы их слышите, тапните по экрану. Если нет, ничего страшного. На этой частоте наушники сделают звучание более выраженным. Кстати, если вы уже давно не были у врача, настоятельно рекомендую посетить, даже если вам сейчас не так много лет. Слух – это дело важное и ответственное, тем более, что сегодня так много способов его посадить. От долгих игровых сессий в некачественных наушниках, до танцев у правой колонки в клубе до 6 утра. Но вернемся к приложению. Помимо первичной настройки, оно рассчитано на то, что в дальнейшем вы сможете переключать и настраивать различные режимы работы наушников с его помощью. На первом экране собраны различные быстрые настройки. Можно отрегулировать уровень работы ANC или специального режима прозрачности под названием Hear Through, поиграть эквалайзером, а также активировать режим Soundscape. Это отдельная функция приложения, позволяющая воспроизводить в наушниках тот или иной шум, чтобы помочь отвлечься и даже, возможно, задремать. Здесь есть журчание ручья, шум дождя, просто шум двух типов – белый и розовый – это существующие термины, если что, шуршание океанских волн, гул вентиляторов и еще несколько вариантов. Также можно включить звуки пещеры и шум толпы. Последнее, видимо, это если хозяин наушников застрял где-то в глуши и соскучился по большому городу. Настройки сохраняются в один из пресетов и в дальнейшем их удобно включать одной кнопкой. Например, Commute – режим в транспорте и Focus – перевод не требуется. Возможно, вы удивитесь, но на этом функционал приложения не заканчивается. Больше всего мне понравилась функция Check My Fit. В течение нескольких секунд наушники воспроизводят специальный звук, а микрофоны его улавливают. И в зависимости от результата сообщают, правильно ли оба наушника посажены в уши. От этого зависит качество звука в целом и отдача на баса. Если посадка неправильная, отдаются рекомендации, как улучшить ситуацию. Очень полезная функция. Здесь же нашлось место и для более скучных. Например, настройки кнопок под себя или чтение цифрового руководства по эксплуатации. Ну, я прям чувствую, как вы говорите в экран. Хватит про приложение, давай уже про наушники. Хорошо, хорошо, вот и про наушники пришло время рассказать. Пока наушники не используются, их предполагается хранить в кейсе. Это уже современный стандарт для True Wireless. Там наушники подзаряжаются от встроенного аккумулятора. Сам кейс выполнен из черного пластика с покрытием Soft Touch и выглядит довольно лаконично. Крышка откидывается без каких-либо причуд и крепится на магните. Из элементов дизайна можно отметить разве что логотип Jabra, довольно глубоко выгравированный на корпусе. Когда кейс попал в мои руки впервые, я заметил на нижней панели какие-то загогулины. Присмотревшись, понял, что это логотип системы бесконтактной зарядки Key или QI. Так что все зарядки, совместимые с этим форматом, смогут подзарядить и кейс для Jabra Elite 85T. Тем, у кого таких зарядок нет, придется заряжать наушники по старинке с помощью кабеля. Хорошо, что разъем на кейсе уже современный USB-C. В комплекте, конечно, есть такой кабель. Он лежит в отдельном отсеке вместе со сменными силиконовыми насадками разных размеров. На наушники сразу установлен средний. Мне он пришелся в пору. Удалось обойтись без экспериментов по подбору. А что у этой модели Jabra со звуком? Со звуком здесь все в порядке. Каждый из наушников после извлечения из корпуса очень быстро коннектится с телефоном и подтверждает этот факт голосом. В смысле женский голос звучит в наушниках и говорит connected. После этого можно приступать к вдумчивому прослушиванию. Мы слушали Jabra Elite 85T в нескольких вариантах окружения, которые чаще всего можно встретить в повседневной жизни. Это прогулка по городской улице, транспорт, включая метро и офис. Также подключали наушники к смартфону, настольному компьютеру и ноутбуку. Рассказ о том, что из этого вышло, слушайте дальше. А пока, если вам нравятся наши обзоры и вы до сих пор не подписались на канал, рекомендую это сделать прямо сейчас. У нас на очереди масса интересных обзоров новинок электроники, а также комментарии по важным событиям индустрии и интервью с людьми, например, отвечающими за видеокарты. Так что смело подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. Первое, что приятно удивляет в наушниках, звучание практически не меняется при переключении режимов ANC и прозрачности, он же Hear Through. За исключением нескольких дорогих накладных моделей, как правило, включение режима подавления шума сильно влияет на звук. Он становится менее насыщенным, плоским, уменьшается отдача на басах. В случае с Jabra Elite 85T этого не происходит. По крайней мере, разница минимальная и сложно услышать. Вне зависимости от того, какой режим включен, наушники звучат очень приятно. Есть хороший, мягкий и не перегруженный бас. Если сравнить с теми же наушниками Beats, контраст разительный. В электронике и хип-хопе увесистый бас необходим, но в одном случае он доминирует и глушит остальные звуки в треке, а в исполнении наушников от Jabra он присутствует ровно в той мере, в которой нужно, и раскрывает трек по полной. Я с удовольствием переслушал ремастеры старого хип-хопа в лице Gangstar, классику Prodigy и Tupaca. При этом современные Drum & Bass и Breaks наушники вывозят тоже будь здоров. За гитарную музыку отвечали InXS и Metallica в Lossless Remaster. Вердикт – наушники отлично звучат, звук яркий, насыщенный и пробивной. Присутствует отличный стереоэффект, что говорит о точной синхронизации наушников между собой, что тоже, откровенно говоря, задача очень не банальная. Но вернемся к ANC. Лучше всего система проявляет себя там, где присутствует относительно постоянный шум. Полетать с наушниками, к сожалению, не получилось. В последнее время по очевидным причинам количество перелетов ощутимо снизилось. А вот прокатиться в метро нам удалось. И там Jabra Elite 85T проявляют себя просто отлично. Можно в принципе даже не включать музыку, а одним нажатием на кнопку активировать шумоподавление и немного подремать. Главное – не проехать нужную остановку. Окружающий шум заглушается почти полностью. Совсем немного слышны разговоры и то в виде просто неких звуков речи, а не полноценных слов. На улице ANC тоже работает отлично. Во-первых, почти полностью отсекается шум ветра. К сожалению, наступила осень, нас ждет много ветра с дождем и от этого никуда не деться. Но избавиться от шума можно опять же с помощью подходящих наушников. Также хорошо гасится шум от автомобилей. Но это может сослужить дурную службу, поэтому рекомендую пользоваться шумоподавлением на улице только там, где к вам не может внезапно подкрасться в веселый таксист с мелодичными восточными напевами в уютном салоне. Во всех остальных случаях лучше использовать режим прозрачности. Он тоже активируется почти моментально нажатием на кнопку. Очень удобно, когда нужно с кем-то быстро переговорить, заказать кофе или переброситься парой фраз с коллегой. Наушники не придется доставать и прятать в кейс. На улице звук в этом режиме заглушается частично, в зависимости от выставленного в приложении уровня. Но ветер однозначно будет слышен. В итоге звук и шумодав от Jabra Elite 85T отличные. Режим прозрачности полезная штука, когда нужно услышать окружающие звуки. Буквально еще пару слов о конструкции, а потом расскажу о том, как модель работает в качестве гарнитуры. Наушники очень компактные и практически полностью прячутся в ушных пазухах, практически не выступая за пределы раковины. Это сильно помогает в плане удобства ношения, но, к сожалению, усложняет задачу распознавания речи. По сравнению с гарнитурами, у которых есть ножка и направлены микрофоны, я думаю, вы отлично сами догадаетесь, о чем идет речь. Звук голоса у Jabra Elite 85T довольно глуховат. Плюс в начале разговора секунду-другую микрофоны подстраиваются под громкость голоса и уровень окружающего шума. Особенно хорошо это заметно при записи и отправке голосовых сообщений. Знаю, что многие их не любят, но иногда они очень помогают быстро донести информацию, которую будет сложно набирать буквами на ходу. В общем, нужно учитывать такую особенность микрофонов этой гарнитуры. Лучше всего они себя проявят дома или в офисе. А вот пообщаться со станцией метро у нас не получилось. Шум вентиляции поездов заглушает половину того, что пытаешься сказать собеседнику. Напоследок быстро пробегусь по нескольким важным моментам. Управление у наушников удобно и интуитивно понятно, к нему быстро привыкаешь. На внешней стороне каждого из наушников есть многофункциональная кнопка. В зависимости от типа нажатия она меняет свою функцию, переключает треки, вызывает Siri или другого голосового ассистента, регулирует громкость и переключает между режимами ANC и Hear Through. В плане подключения лучше всего наушники работают со смартфонами. На втором месте ноутбуки Apple. А хуже всего обстоят дела с ПК. В нашей редакционной машине стоит отдельная плата с самыми современными ревизиями Wi-Fi и Bluetooth. При этом музыка при передаче на наушники время от времени прерывается, да и звучит как-то менее насыщенно. Возможно, покопавшись с версиями драйверов, можно было бы улучшить ситуацию. Но кому это нужно в двадцать первом-то веке? В итоге Jabra Elite 85T отлично себя показали в плане звука и работы систем шумоподавления. В области передачи речи и записи звука с микрофонов модель получает средний балл. Лучше всего эти наушники проявляют себя в офисе, а также в поездках. Хоть в общественном транспорте, хоть в поезде сапсан. Лично мне больше всего понравилась в них музыкальность, а также способность организовать свой собственный звуковой кокон, отгородившись от окружающего шума. Спасибо, что смотрите наши ролики. Не забывайте подписываться и оставлять комментарии. Этим вы сильно поможете каналу и поддержите выход новых роликов. Благодарю российское представительство компании Jabra за предоставленные на тестирование образец. На этом сегодня все. До скорой встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова